Всем привет! С вами КАМАЗ. Сегодня я записываю видео, посвященное настройке оптимизации нашего компьютера. Я покажу несколько простых шагов, которые помогут вам ускорить вашу систему, а также поднять FPS в играх. Итак, приступаем. Первым делом мы должны зайти в пуск приложения и возможности. Здесь мы должны зайти на главную и поискать раздел, называется конфиденциальность. В этом разделе спускаемся вниз и находим вкладочку фоновые приложения. У меня они уже отключены, у вас они по умолчанию включены. Вот так вот будет выглядеть. В общем, мы отключаем фоновые приложения и тем самым разгружаем нашу систему. То есть эти фоновые приложения уже работать в фоновом режиме не будут. Далее закрыли. Теперь нажимаем пуск приложения и возможности. Листаем вниз. Здесь смотрим установленные у вас программы, а также игры. Те игры и программы, которые вы не используете, вы должны их удалить. Программы, связанные с Windows, вы трогать не должны. Иначе, если все это дело удалить по Windows, у вас появится синий экран. То есть удаляем только игры и приложения сторонних производителей. Это дело, значит, для чего мы делаем. Каждая программа и каждая игра содержат корень реестра. К этими корням реестра обращается наша система Windows. Посмотреть, как она работает, чтобы говоря. Чем меньше корней у нас в системе, тем быстрее у нас будет работать сам Windows. Ну и, естественно, общая производительность на этом фоне повышается. Все, посмотрели, взяли, закрыли, удалили, что не нужно. Дальше нам нужно почистить реестр как раз от этих удаленных программ. Для этого мы используем программу CC Cleaner. Ну, я CC Cleaner вот так, посмотрите, называется. Я его использую уже лет 10. Отличная программа по очистке реестров. Итак, заходим в программу. Здесь мы заходим в реестр. Если вы никогда не использовали программы, связанные с чисткой реестров, если нажмете поиск проблем, у вас здесь выскочит огромный список корней программ, которые уже давным-давно удалены. В общем, мы нажали поиск проблем. Дальше у меня всего две проблемы указаны. Посмотреть выбранные проблемы, создать резервную копию или нет. Я всегда ее не создаю, потому что, как правило, эта программа уже давным-давно все удаленная. То есть никакого вреда Windows это дело не принесет. Нажимаем «Нет» и нажимаем «Исправить проблемы». И то есть вот этот огромный список, который у вас скопился за много лет, он будет полностью почищен и у нас тем самым разгрузится система. То есть наш Windows уже к этим корням, которых уже нет программ, он не будет обращаться. Все. Значит, мы это дело сделали. Закрываем. Дальше мы будем увеличивать файлы подкачки. Файлы подкачки что такое? Это пространство на жестком диске. В том случае, если у вас не будет охватать оперативной памяти в системе, Windows будет задействовать пространство на вашем жестком диске. И тем самым повышать стабильность и производительность нашей системы. Итак, как нам это сделать? Нажимаем «Поиск» и пишем «Панель». Так, «Панель». Сейчас, не «Панель». Забыл, как это называется сейчас. А, вот. «Настройка представления». Сейчас, чтобы вам лучше было видно. «Настройка». Вот «Настройка представления и производительности системы». Мы заходим сюда, и у вас вот такое окошко появляется. Мы заходим в указку «Дополнительные». В «Дополнительных» видим вот такую вот штуку, и написано «Виртуальная память». «Изменить». У вас здесь будет стоять автоматический выбор по файлу подкачки. Мы галочку снимаем и указываем размер. Ставим размер от 8000 до 20000. Этого вполне хватает. Если поставить больше, то толку от этого не будет. Так что ставим вот такие вот. И нажимаем «Задать». Дальше «Ок». И тут у вас будет окошко, будет написано, что для того, чтобы в силу вступили, нужно Windows перезагрузить. В общем, мы Windows перезагружаем. И потом можно для проверки еще раз туда зайти и посмотреть, вступили эти настройки в силу, либо не вступили. Ну, это просто для проверки. Значит, дальше чего. Мы должны посмотреть, работает ли наш процессор в Boost-режиме. Потому что практически вся линейка Intel, у них есть Boost-режим. Ну, могли какие-то сборчики компьютеров не досмотреть, не поставить эту функцию «Включенную». То есть у вас будет компьютер, точнее не компьютер, а процессор работать не на полную мощность. Сейчас я покажу, как это сделать. Так, значит, нажимаем «Alt-Control-Delete». Сейчас, что-то у меня. А, этот не то. Не туда зашел. Сейчас. Нажимаем «Alt-Control-Delete». И здесь мы заходим в «Диспетчер задач». Здесь у нас вкладка «Производительность». Выбираем центральный процессор. И смотрим. Вот видите, у вас базовая скорость. У меня вот 2.300. У вас там тоже будет какая-то базовая скорость. А вот фактическая скорость. То есть Boost-режим работает. Если у вас базовая скорость соответствует вот этой скорости, значит, у вас Boost-режим не работает. Его нужно включить. Для того, чтобы включить Boost-режим, вам нужно зайти в BIOS. Как правило, делаем перезагрузку. И на многих компьютерах в BIOS заходим, нажимая кнопку «Delete». В общем, нажали кнопку «Delete», появится окно BIOS, и там будет написана вкладка «CPU». Это центральный процессор. И там должна быть надпись «Intel Boost Enable» либо «Intel Boost Disable». Вы должны поставить «Enable». Это значит, мы включаем Boost-режим. То есть он у нас уже будет включен. Вот. Ну, сохраняем F10 и перезагружаем. Теперь у вас Boost-режим, если был отключен, теперь он будет работать полностью. Далее. Мы должны поставить производительность нашего компьютера на максимальную производительность. Как правило, в Windows есть только три режима. Это высокая производительность, сбалансированная и экономия энергии. Для того, чтобы включить режим максимальной производительности, нам нужно забить кое-какую команду. Эту команду я размещу в комментариях. Посмотрите. Она у меня здесь уже сохранена. Мы, в общем, ее копируем и заходим в «Пуск». Правой кнопкой и находим здесь «Windows PowerShield Administrator». Заходим, запускаем. Здесь мы вставляем эту команду и нажимаем «Enter». Так, минутку. Видимо, что-то я неправильно скопировал. Там должна появиться графа. А, ну да, я лишний тут. Там должна появиться надпись «Режим максимальной производительности». Включен. Так, сейчас. Ну, тут я даю лишние пустышки скопировал. Сейчас, минутку. Так, скопировать. Так, точка. Нет. Значит, без нуля. Вот, смотрите. То есть, да, у меня там точка стоит. Надо точку убрать. Вот и включится максимальная производительность. Видите, написано «Схема питания, максимальная производительность». Все, мы ее включили. Далее, что мы делаем. Мы «Пуск» нажимаем, пишем «Панель управления». Заходим в «Панель управления». Заходим в «Панель управления». Здесь будет электропитание. И здесь мы уже ставим режим. Там у вас по умолчанию сбалансированный будет. Ставим его на максимальной производительности и нажимаем «Ок». Так, все. Теперь у нас система работает на максимальной производительности. То есть, наш процессор будет фигачить в отсечку. Ну, а также и подача электроэнергии будет на видюшку максимальная. Так, все. Мы это сделали. Дальше мы должны настроить панель «GeForce». «GeForce Experience». Она у вас может быть на рабочем столе. У меня вот что-то ее нет. Сейчас я пишу. Чтобы зайти. Так, «Experience». Вот. «GeForce Experience». Заходим сюда. Так, здесь мы скачиваем последнюю версию драйвера. Прежде всего. Далее заходим в «Настройки». И кое-что посмотрим. Если у вас это включено, нужно будет отключить. Значит, функции экспериментальные у нас включены. «Оверлей» включен. «Масштабирование» отключено. Это отключено. «Ватеребуст» тоже отключено. Так, дальше. Вот здесь, если «Геймстрим» включен, мы его тоже должны отключить. Все. Мы вот эту панель настроили. Дальше мы нажимаем «Alt-Z». Выскакивает вот такое окно. Здесь нужно тоже кое-что поднастроить. Здесь заходим в «Настройки». Дальше. Вкладка «Прямая трансляция». Должно быть отключено. «Лучшие моменты» отключено. «Фоторежим» отключено. Ну, в принципе, все. Здесь мы все отключили. Вот эта вот программа, она тоже поджирает ресурсы. Так что вот это вот то, что я указал, нужно тоже все дела отключить. Дальше мы будем настраивать панель управления NVIDIA. Значит, правая кнопка «Панель управления NVIDIA». Сейчас заходим. Так, значит, здесь что мы будем делать? Здесь вот первые настройки, они связаны с подачей цветокоррекции вашего монитора. Ставим настройку NVIDIA. Это дополнительно «Полный». Вторая вкладка, тоже NVIDIA, ползунки на 100%. Это увеличивает чертость. Дальше. Здесь изменение разрешения. Смотрите, там вот будут какие-то вот еще. Я вот честно помню, на домашнем компьютере что-то еще здесь написано. «Динамик», «Суперезолюшн». А какие-то еще. В общем, нам нужно найти PC и поставить ваше максимальное разрешение до вашего компьютера. Для вашего, точнее, компьютера, монитора. И вот здесь поставить максимальная частота обновления. Внизу вот здесь поставить также NVIDIA. и применить. Так, далее. Здесь приоритет ставим галочку «Эталонного режима». Вот «Эталонное изображение». Там либо один, либо три, какая больше нравится. Далее, далее. Да, 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 да. Здорово. Так, вот здесь. Смотрите, значит, здесь первое ставим. Здесь ставим графический процессор. И здесь также ставим ваше максимальное разрешение и максимальную частоту. Потому что если вот в первом, где мы ставили максимальную частоту, во втором поставить там другой режим, то он может не давать максимальное обновление экрана. Я просто сталкивался с таким. То есть, в общем, ставим вот это и это на максимальную герцовку вашего монитора. Далее. Значит, здесь настройки. Настройки согласно 3D-приложению оставляем. Здесь вторая вкладочка. Мы заходим. Здесь мы можем добавить фейковый режим нашего разрешения на нашем мониторе. Для этого заходим в DSR-степень. Здесь включаем первый, второй и последний режим. Нажимаем ОК. Вот здесь у вас появится DSR-плавность. 33 ставим ее на 0. Потому что она дает довольно мыльную картинку. Лучше на 0, а у кроссивей будет графика. И все. Теперь получается ОК. Применяем. У нас появился, появились выгрузы, теперь фейковые режимы 4К. Я их регулярно использую, так что вы тоже можете их использовать. В моих видео, кстати, тоже есть фрагменты, где я включаю вот эти вот фейковые режимы 4К. На них все прекрасно работает. Итак, в принципе, мы все сделали. Вот это вот такие простые шаги. Еще также хочу вам отметить то, что для того, чтобы у вас работала система прямо супербыстро, рекомендую заменить жесткий диск HDD на SSD. То есть на SSD у вас прямо влетать будет система, и FPS в играх поднимется так же хорошо. Потому что вот ради эксперимента я пробовал. У меня был ноутбук еще на седьмом Windows на HDD. Ну, он туповато работал. Там загрузка системы была там 2 или 3 минуты. Я поставил туда SSD, а загрузка системы стала секунд там, не знаю, 20-30. В общем, стал взлетать, грубо говоря. Так что если у вас HDD, ставьте SSD. Он не такой дорогой, и прям будет у вас супер все быстро работать. Ну да, в принципе, в видео я все вам рассказал. Я вот эти настройки у себя всегда использую. Вот у меня в играх всегда все летает. Даже вот мне какой-то подписчик писал то, что как у тебя такие большие кадры в игре, а у меня такая же система, даже лучше, а у меня меньше. Я говорю, ну, как бы записал как раз вот видео, чтобы вы также настроили свои компьютеры, и также чтобы у вас был высокий FPS и высокая производительность вашей системы. Итак, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был КамАЗ. Если у вас какие-то возникнут вопросы, можете написать в комментах. Я вам отвечу и поделюсь, что вас интересует. Всем спасибо, пока.